Добрый день, дорогие слушатели, участники! Мы начинаем наш очередной вебинар. Сегодняшняя тема газовые законы. Я хочу обратить ваше внимание, что среди участников сегодняшнего вебинара мой старый друг Леонид Анатольевич Кирик, с которым заочно, а может быть и очно, многие из вас знакомы. Мы вместе делаем сейчас самостоятельные контрольные работы, о которых просили многие учителя. Вот, так что нашего полку прибыло. Теперь вот кроме соавторов, которых вы всех знаете, не видно, кому-то не видно, вот Светлана Яковлевна. Так, только Светлане Яковлевне не видно. У остальных все нормально, видно и слышно? Подтвердите, пожалуйста. Просто так, все, вроде бы так. Значит, вам, может быть, нужно просто перезагрузить окно. Значит, наша сегодняшняя тема газовые законы. Эта тема такая мощная. Вот, в ней есть два кита. Не три кита, а два кита на этот раз. Значит, это уравнение состояния идеального газа. Ну, в разных можно видах записывать. Это один из видов, они эквивалентны все эти формы записи. Вот, и основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа надо добавлять. Потому что молекулярно-кинетическую теорию, которую мы в школе изучаем, это только для идеального газа. Где давление связывается с концентрацией молекул и средней кинетической энергии одной молекулы. Это для, так сказать, для одноатомного газа мы выводим это поступательная энергия. Это, ну, это всем вам хорошо знакомо. Вот дальше возникает вопрос. Вот из сопоставления этих формул мы находим вот это вот замечательное соотношение, которое устанавливает связь между средней кинетической энергией одной молекулы и абсолютной температурой. И вот эта формула, в общем-то, придает физический смысл абсолютной температуре. Вот при всей простоте, казалось бы, вот этих всех соотношений, здесь на самом деле зарыта собака и даже не одна. Значит, температура, это, наверное, самое сложное вообще понятие в школьном курсе. Вот определение температуры, обратите внимание, что ее нет в школьном курсе. Вот эта формула, связывающая температуру со средней кинетической энергией, это как бы физический смысл. А определения нету и не случайно. Это действительно довольно сложная вещь. В конце этого вебинара там есть такой раздел 18+, непредназначенный для школьников. Мы попробуем коснуться этого вопроса, который вы изучали в университете или в институте, но который, поскольку дальше он обычно не используется, он забывается. А на самом деле его, конечно, вообще-то, тот, кто рассказывает, должен знать на порядок больше того, что он рассказывает. Поэтому учителям нужно иметь, конечно, запас прочности. Значит, вот насчет температуры. Ну, прежде всего, вам, наверное, любопытно происхождение слова температура. Мы написали об этом в учебнике для восьмого класса. Я сам с удивлением узнал, откуда оно происходит. Вы, наверное, знаете, что есть краска темпера. Или, ну да, темпера, наверное, правильно. Темпера – это в переводе с латинского смесь. Просто смесь. Вот эти, значит, краски получали путем смешивания. Слово температура – это название, так сказать, смеси, предназначенной для лечения больного. Больному прописывали средства, которые посредством смеси, так, готовых лекарственных средств еще не было. Значит, делали смеси. И вот говорили, что у человека температура, в том смысле, что ему нужны лекарства. И вот таким образом слово температура с чисто человеческим происхождением, что, так сказать, признак больного человека, оно вот стало, приобрело такой общий физический характер, оторвалось от человека. И говорим об абсолютной температуре, вообще о температуре звезд и тому подобное. Но вот интересно, что происхождение у него такое теплое, человеческое, и именно теплое. Вот. Вот. Температура не может быть измерена непосредственно. Это вот такая удивительная физическая величина, которая в отличие от длины, времени, силы тока, хотя сила тока тоже измеряется опосредственно. Но вот температуру, мы, основной способ измерения температуры, может быть, даже единственный, по изменению тел при нагревании или охлаждении. Вот здесь вы можете предложить вашим ученикам, чтобы они, они многое сами уже знают, вспомнят, придумают. Ну, какие? Размеров, да? Вот геметаллические пластины очень распространенные, да? За счет того, что расширяются по-разному и изгибается пластина, это используется в различных терморелитах. Объема жидкости или газа, да? Давление для газов, электрического сопротивления металлов, еще лучше полупроводников, там оно, ну, вот эти все терморезисторы. ЭДС при контакте двух разных металлов, тоже зависит от температуры. Вот это, так называемый, термо ЭДС. Ну, и для высоких температур цвет накала. То есть, вот, это, ну, один из, скажем, способов измерения температуры звезд, да, по цвету излучения звезды. Вот температура пропорциональна средней кинетической энергии частиц, то, что вот мы все, ну, многие в этом искренне уверены, что это всегда так. Но это, на самом деле, так только при условии применимости классической физики для описания движения и взаимодействия частиц. Вот, в частности, для разреженных газов. Вот. Она, на самом деле, температура не всегда пропорциональна средней кинетической энергии. Например, средняя кинетическая энергия электрона в металлах при комнатной температуре, 20 градусов Цельсия, соответствовала бы десятку тысяч градусов. Почему? Потому что там, как вы знаете, есть уровень ферми, два электроны не могут находиться в одном состоянии, поэтому все состояния до какого-то заняты, до какого-то, это вот соответствующие десяткам тысяч градусов. И поэтому температура показывает, насколько размыта вот эта ступенька ферми. То есть это уже совсем другой смысл у нее. Вот в конце сегодняшнего вебинара мы, так сказать, увидим, что температура, точнее обратная температура, характеризует жадность тела по поглощению энергии при теплообмене. Вот это величина, на самом деле, вот это ее истинный физический смысл. Вот существует ли объективное определение температуры, независимое от термометрического вещества? Вот хорошо известно. Ну, давайте тут пару слов я скажу, потом мы к этому вернемся. Если вот мы будем измерять различными термометрами, то мы увидим, что даже если реперные точки одинаковые, будет там 0 градусов по Цельсию и 100 градусов, например, то в середине будет разнобой. И непонятно, к какому термометру верить, какой из них показывает правильную температуру. Позже немножечко мы к этому вернемся. При построении, изложении темы газовой закона, вот возникает такой принципиальный вопрос. Идти от эксперимента к теории или наоборот? Вот мы в нашем УМК. Вот то, о чем я буду рассказывать, основано на УМК. Вот четырех авторов, фамилии которых были на заставке. УМК выпущено издательством «Беном. Лаборатория знаний». Вот мы в нашем УМК выбрали исторически обусловленный путь от эксперимента теории к теории. От эксперимента к теории, то есть от газовых законов, которые были открыты на опыте, к основному уравнению МКТ, которое было уже выведено теоретически. Вот в соответствии с научным методом познания. Вот он, собственно говоря, так и идет. Известно, вам всем хорошо известно, обратное построение темы. От теории, то есть от основного уравнения МКТ, к эксперименту, к газовым законам, которые выводятся уже из МКТ логическим образом и потом их сравнивают уже с опытом. Такое построение соответствовало педагогическим тенденциям 80-х годов прошлого века. Я просто вот в деталях знаю, как это все происходило. Не буду всего, так сказать, рассказывать. Тогда провозглашали приоритет теории над экспериментом, что, мол, меньше надо заучивать, вот МКТ, значит, вывели, а из него уже все остальное как следствие. Такой подход не соответствует научному методу познания. Это проявляет, например, в том, что возникает проблема с введением абсолютной температуры. Вот все вы знаете, это ТЭТ уводит. И, ну, мне, по крайней мере, многие учителя рассказывали, что эти странички, они просто перелистывают, потому что что такое ТЭТа. Вот скажите, пожалуйста, кстати, в чате, напишите, пожалуйста, вот с вот этим введением этой ТЭТы, все понимают, о чем я говорю, о каком учебнике говорю. Вот понимают ли ученики, что, какой смысл этой ТЭТы? Или вы просто пропускаете эти странички? Так, ну, никто не отвечает на мой вопрос. Так, насчет ТЭТа кто-нибудь ответит? Нет? Нет, формально, нет, не понимаю, перелистывая. Ну, вот, мне многие об этом говорили. Это вот плата, плата за формализм. К сожалению, так сказать, уважаемый автор, фамилия которого все вы знаете, он не мог противостоять требованиям того времени. И вот это, так сказать, мне кажется, один из, ну, таких недочетов, скажем. Вот, ну, мы, так сказать, мы будем идти, вот, вот этот путь от закон, от эксперимента, от газовых законов к основному уравнению МКТ, там все понятно. Вот, вот теперь вот вернемся. Вот, как подходить, как подходить к этому? Значит, прежде всего, ну, температура, как вот, мера нагретости, пока никак иначе в школьном курсе мы ее определять не умеем. Сравнение жидкостных термометров. Вот, интересно, воду можно добавить. Ну, спирт, ртуть, а вот воду уж никто не использует в жидкостных термометрах. Спросите, почему? Вот это вот интересный вопрос к детям. Почему воду не используют? Ну, и напомните им, наверняка они это знают, что вода, если, ну, вот, ноль взять, ноль и от нуля до ста. Вода, водяной термометр, его показания начнут уменьшаться, а не увеличиваться при нагревании от нуля до 4 градусов, потому что вода при нагревании от нуля до 4 градусов сжимается, а не расширяется. Вот, это любовь. И не нужно это как раз. Вот эту тету как раз можно, вот, я как раз рассказываю, как можно обойти. Значит, водяной термометр сначала бы опускался, потому что до 4 градусов вода сжимается при нагревании до 4 градусов, благодаря этому выживают зимою рыбы в водоемах, потому что вблизи дна температура 4 градуса, как раз тогда вода самая тяжелая. Вот. И снова поднимается потом этот водяной столбик бы и достигал бы нулевого, в кавычках, значения, то есть того же, что и при нуле градусах, примерно при 8 градусах. То есть вообще вел бы себя довольно странно. Спирт и ртуть расширяются все время между, ну, при нагревании. Но у них тоже, если при нуле и 100, они дают одинаковые показания, в середине разнобой примерно градуса на 2. Поэтому, это довольно большая погрешность. При этом возникает вопрос, какому же термометру можно верить. И вот здесь оказалось, причем надо дать должное уникальной проницательности гениального Галилея, который предложил именно газовый термометр. Правда, тот, который он предложил, оказался не очень удачным, потому что показания зависели, насколько вы знаете, от атмосферного давления. Но саму идею термометрического вещества газа он угадал. Вот уникальность газовых термометров. Все газы, все газы, ну, достаточно разреженные, расширяются одинаково, независимо от того, какой это газ. Даже это одноатомный, многоатомный, лишь бы он был достаточно разреженный, и они все расширяются одинаково. И у них, как бы, равномерная шкала, в том смысле, что она не зависит от вида газа. Мы можем ее... Вот газовый термометр до сих пор считается одним из самых точных. Вот, и когда нужно действительно... Именно изучение газов привело к открытию абсолютного нуля и построению абсолютной шкалы температур. Ну вот, это цитата из нашего учебника. Замечательным свойством газов, отличающим их от жидкости и твердых тел, является то, что зависимость объема данной массы газа от температуры при постоянном давлении одинакова для всех достаточно разреженных газов, то есть не зависит от вида газа. Вот, видите, появление вот сейчас стали во всех учебных материалах требовать, чтобы ее обозначали. И даже вот некоторые произношения разреженных, кажется, надо разреженных. Видите, вот наличие ее, оно другое произношение слова. Вот, как поставить этот опыт? Вот здесь вот очень важно детей включать ученику, включать. Вот, вот, предложите, как поставить опыт? Как поставить опыт, при котором можно изучить зависимость объема данной массы газовой температуры? Ну, поскольку три газовых закона, тут три разных опыта. Первый можно там подсказать, а потом желательно, чтобы они сами делали предложение. Вот этот опыт. Вот здесь вот мы видим, значит, нам нужно, чтобы было постоянное давление. Давление создается гирькой или гирей, которая стоит на поршне. Вот здесь это гофрированный сосуд. Ну, все вы знаете, что это за сосуд, он схематически изображен. Вот, термометр мы подогреваем, значит, по вот этой шкале мы можем измерять объем газа, и с помощью термометра мы можем определять температуру. Вот в результате получается, это известная линейная зависимость между температурой и... То есть, я бы так сказал, что вот то, что тут вот линейная, это и есть та температура, которая на самом деле наиболее близка к правильному пониманию температуры. И вот удивительно и замечательно то, что если продлить в сторону отрицательных температур, то объем газа обратился бы в ноль при минус 273, ну, примерно, градусах по Цельсию. Вот, ну, на самом деле, конечно, при охлаждении до таких низких температур все газы, даже гелий перестают быть газами, вот, поэтому тут пунктиром это отмечено, но вот эту температуру и предложили называть абсолютной температурой, это Лорд Кельвин. Кстати, тот самый Лорд Кельвин, то есть, ну, настоящая фамилия Томпсон, вот именно он и предложил универсальное определение температуры, так называемая термодинамическая температура, по существу, из цикла Корно. Ну, это, как бы, я так сказал, теоретическое определение, потому что практически использовать предложенный метод невозможно. Значит, вот мы дальше идем, да? Какие могут возникнуть вопросы? Вот давайте побуждать учеников вопросом. Вот мы обнаружили, что для всех газов вот так, да? Какие могут возникнуть вопросы? Вот лучше всего, если вы их будете наводить. Вот когда вы просто вещаете, а детки слушают, у них возникает иллюзия понимания, но на самом деле они, конечно, хлопают ушами, и реальное понимание только тогда возникает, когда человек начинает отвечать на вопросы. То есть вот это... Ну, первый вопрос. Почему все газы расширяются одинаково, а жидкости и твердые тела по-разному? Почти как первая фраза из Анны Карениной, да? Все несчастные семьи, там, это самое... Ну, тут не надо им об этом говорить. Значит, почему все газы расширяются одинаково, а жидкости и твердые тела по-разному? Вот очень важно на этом вопросе сконцентрироваться, потому что это начало построения молекулярно-кинетической теории газов. Вот вы сами, как бы вы ответили на этот вопрос? Почему все газы расширяются одинаково? Ответьте, пожалуй, будет, да, запись, все записи вебинаров. Строением, правильной любовью. А что значит строением? Вот давайте, что значит, почему все газы расширяются одинаково, а жидкости и твердые тела расширяются все по-разному? Так, 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 вот так, так, Виктория Беленко, она у нас часто... Так, атомное расположение, вы все время внутренне... Не-не-не-не-не, а все-таки... Вот вы вокруг да около силы взаимодействия, верстно натяжения, это так... О, во-во-во-во, Александр Некрасов. Вот, значит, дело в том, что не столько силы взаимодействия волос, сколько можно пренебречь взаимодействие молекул. Ну, оно существенно для установления теплового равновесия, но в газах, в газах, молекулы движутся практически свободно между соударениями. То есть вся энергия – это кинетическая энергия молекул. И с этой точки зрения все газы устроены наиболее просто и одинаково. А в жидкостях и твердых телах там существенно взаимодействие молекул. Благодаря этому взаимодействию, собственно, жидкие тела, жидкости и твердые тела и существуют, не разлетаются молекулы. И там, поскольку зависит от того, как именно взаимодействуют, там уже начинает проявляться индивидуальность. Они расширяются по-разному и не линейно, вообще говоря. Поэтому, так сказать, это первый вопрос. Второй вопрос. Вот нуля, получили абсолютный нуль. Что он означает? Почему это самая низкая температура? Вот как вы бы на этот вопрос отвечали? Вот абсолютный нуль. Что это? Это действительно самая низкая температура или нет? Может ли быть более низкая температура? А искусственным образом, Иван, можно получить искусственным образом температуру? Да, прикрыта. Можно ли получить... Вот вы, наверное, слышали, да? И мы сегодня об этом поговорим. Об отрицательной температуре. Скажи, вот мы сегодня о них... Слышали ли вы об отрицательных температурах? Почему? Не в теоретической физике. Реально есть объекты с отрицательной температурой. Мы сегодня о них поговорим. Более того, вы все с ними знакомы и имеете дело чуть ли не каждый день. Значит, да. Вот это абсолютный нуль. По крайней мере, на уровне молекулярно-кинетической теории газа. Соответствует тому, что кинетическая энергия молекул обращается в нуль. И это с этой точки зрения абсолютный нуль. Вот как мы с вами увидим отрицательную температуру, название ей дано не то, что не точное, абсолютно не точное, если можно так сказать. Но мы к этому с вами перейдем. Она, оказывается, не меньше нуля, а она больше бесконечности. Вот это, так сказать, мы обязательно сегодня к этому тоже перейдем. Значит, вот что такое абсолютный нуль. Она в рамках молекулярно-кинетической теории, да, кинетическая энергия молекул обращается в нуль. И ниже температуры быть не может. Тут может возникнуть вопрос у любопытных деток. А существует ли самая высокая температура? Существует ли самая высокая температура? Вот что вы на этот вопрос можете? Существует ли самая высокая температура? Вот абсолютно самая низкая есть, да, абсолютный ноль. А самая высокая температура существует или нет? Существует ли самая... Есть ли предел, ну пусть теоретически хотя бы, предел для температуры? должна выграница. Какая скорость? При чем тут скорость? Не-не, подождите, температура является мера энергии, когда скорость частицы приближается к скорости света, ее энергия стремится к бесконечности. Нет-нет-нет, не в скорости света дело. Нет, термоядерный синтез далеко не самый высокий, там могут быть и выше температуры. Значит, теоретически то, что на сегодня принято, есть так называемая температура планка, это, по-моему, 10-34, что-то такого типа. Значит, она вот с чем связана. Когда такие вот настолько высокие температуры, то дело не в скорости. Дело в том, что частицы при взаимодействии между частицами, когда вы начинаете увеличивать энергию, вместо того, чтобы увеличилась энергия частиц, рождаются новые частицы вследствие столкновения, и поэтому средняя энергия частиц перестает расти. То есть, начинает увеличиваться число этих частиц. Но вот не ининизация, там намного более сложный процесс. Это как бы там даже как бы закипает вакуум. Вот. Но, тем не менее, теоретический предел меня просто интересовало. Самая низкая есть, а самая высокая. Я начал изучать этот опрос, оказалось, что теоретически, по крайней мере, предел существует. Вот. Но существует и самая высокая температура. Вот мы это разобрали. Ну, теперь мы возвращаемся на Землю нашу грешную, с всех этих космических. Вот. И обычно, значит, рассматриваем газы при таких нормальных условиях. Вот. Но нормальных в том смысле, что при температурах и давлениях близких к земле. Значит, вот изобара, да. И мы пишем, что это изобара. Вот. Мы построили абсолютную шкалу температур. Вот. Очень полезно. Вот в таком виде еще. Вот. Значит, изобара это как функциональная. Вот здесь вот. Это функциональная зависимость. И две формы представления. А это вот вы как бы при двух разных значениях температуры. Два значения объема. И вот две формы представления. Вот отсюда, что отношение объема к температуре одно и то же, что для V1, что для первого, что для второго состояния. А вторая форма, что V к T равно константе. Вот. К сожалению, не для всех учеников очевидно, что содержание этих формул одно и то же. А вот в общем-то в задачах и это используется, и это используется. Поэтому мы сегодня будем с такими задачами делаем. Поэтому очень важно обратить внимание и для всех трех видов. Закон, да. Может 10 в 32 марина. Я помню, что там какая-то сумасшедшая степень. С 32 или 34 марина. Значит, вот эти две формы представления. Я бы обратил внимание детей на то, что на самом деле их содержание одно и то же. Их содержание одно и то же. Безокорный процесс. Опять первый физический вопрос. Как поставить этот опыт? Вот если они уже видели, да, этот процесс, этот был гофрированный сосуд. Он гофрированный был для того, чтобы объем мог меняться. И захорный. Это при постоянном объеме, да, тут гофрированность не нужна. Мы можем зафиксировать. Как поставить этот опыт? Значит, что у нас изменяется? У нас изменяется давление и температура. Как поставить этот опыт? То есть, вот, предложить здесь, вот, зафиксировано и динтом, можно, не изменяется объем. Значит, подогреваем, меняется температура. И подсоединено к манометру мы измеряем давление газа. Ну, и опять из-за хора. Теперь уже П, Т. И опять два, две формы записи этого соотношения. Ну, теперь дальше. Вот здесь. Значит, на самом деле, как вот немножко дальше будет показано, у нас это в нашем учебнике есть. Для любых, двух-любых из-за процесса, вот, в частности, тех двух, которые мы рассмотрели, из-за барной и из-за хорной, можно любые два. Двух-любых из-за процесса достаточно, чтобы теоретически вывести уравнение Клапирона. А из него уже следует третий из-за процесс, как следствие. И дальше мы это покажем. Но для понимания физического смысла лучше разобрать и третий процесс тоже изучать, начиная с эксперимента. То есть, не это самое. Потом уже Клапирона можно вывести. Вот, третий, это изотермический процесс. Но опять, первый вопрос, как поставить этот токер? Ну, здесь гофрированность нужна, да, потому что меняется объем. Значит, и мы изменяем объем и изменяем эту самую температуру. Вот, значит, теперь дальше мы, значит, изотерма, да, и это самое, опять две формы. Изотерма это, ну, более сложная, конечно, кривая, это гипербола, там была прямая пропорциональность. Но, в общем, они с этой кривой в школе уже тоже встречались. У них единица на х была. Пусть они не очень детально обсуждали, но они с ней встречались по математике. Значит, вот, теперь вот важное, и во многих задачах это используется, сравнение различных изобар, изохор и изотерм. Значит, ну, часто это делают, используя понятие углового коэффициента. Это такой, я бы сказал, формальный подход. Надо помнить этот угловой коэффициент, соотношение, тут п или единица на п стоит коэффициентом. Я предлагаю делать это проще. Вот в нашем учебнике, собственно говоря, вот это, вот две различных изобары, да, и возникает вопрос, для какой изобары, один или два, давление больше. Каждый из них при постоянном давлении, но при разном. И как быть? И вот это можно сделать двумя способами, рассмотрев либо изохорный процесс, либо изотермический процесс. Вот изохорный процесс, да, вот из состояния один мы переходим в состояние два. Из любого состояния на изохоре один мы переходим в какое-то состояние на изохоре два. На изобаре два. То есть, это изобар. Вот из состояния один, на изобаре один переходим в состояние два, на изобаре два. Что у нас происходит с объемом и с температурой? Объем постоянный, температура увеличивается. Спрашивается, если при постоянном объеме температура увеличивается, давление будет увеличиваться или уменьшаться? Ну, всякие, все сразу вспомнят, что, конечно, давление будет увеличиваться, чтобы увеличилась температура. Значит, изобара два соответствует большей температуре. Дальше мы предлагаем получить тот же самый результат, но не с помощью изохорного процесса, а с помощью изотермического процесса. То есть, мы переходим из какой-то точки снова на изобаре один, в какую-то точку на изобаре два, но с помощью изотермического процесса. Вот берем отсюда, переходим сюда, да? Что при этом? Температура постоянная, а объем уменьшается. При уменьшении объема, при постоянной температуре, что с давлением происходит? Если объем уменьшается, давление увеличивается. Поэтому, что таким способом, что таким способом мы... Причем это наглядно, понимаете? Тут вот все-таки, понимаете, с формулами возникает такой формальный. Формулу человек не очень себе хорошо представляет. Это, ну, надо иметь либо большой опыт работы с формулами, либо какую-то феноменальную интуицию для того, чтобы вы могли почувствовать формулу. Это, я думаю, что в школьные годы вряд ли у детей формируется. Поэтому желательно прибегать к каким-то наглядным явлениям, процессам, для которых очевидно, что происходит. Даже, вот так сказать, ну, интуитивно очевидно. В данном случае понятно, что когда вы увеличиваете температуру при постоянном объеме, давление увеличивается. Если вы уменьшаете объем при постоянной температуре, давление тоже увеличивается. Поэтому, вот, то есть, упор не на формулу углового коэффициента, а на понимание физики. Что означает наличие графика процесса? Какой-то процесс в миссии равновесности. Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Конечно, предполагается во всех школьных этих, что у нас все время, так сказать, квази-равновесные процессы. Они достаточно медленно происходят. И в каждый момент успевает, конечно, конечно, да. Ну, это мы, как бы, считаем само собой разумеющимся, что у нас неравновесные процессы мы, конечно, не рассматриваем. Так, мы идем дальше. Вот похожие задачи. Вот, уже теперь с двумя изохорами, с двумя изотермами. Значит, и на самом деле то же самое. Вот здесь надо определить, какой, какому объему соответствуют изохоры 1 и 2, а здесь какой температуре соответствуют изотермы 1 и 2. Опять же, удобнее всего это делать с помощью изопроцессов. Вот исследование более сложных ситуаций. Вот это, хорошо знакомая вам задача, вот изображен график зависимости объема данной массы газа от абсолютной температуры при переходе от 1 к 2. Значит, и спрашивают, в каком из отмеченных состояниях давления газа больше? Ну, надо просто провести 2 изотермы. 2 изобары через состояние 1 и через состояние 2. Ну, и дальше вопрос возникает, для какой изобары уже понятно, как отвечать на него, для какой изобары давление больше. Мы уже знаем, что для той изобары, которая будет ниже, давление будет больше. Вот здесь аналогичная задача. Здесь, значит, как меняется объем газа, да? Опять тут надо провести 2 изофоры, а здесь провести 2 изотермы. Вот тут надо быть осторожнее, когда речь идет об изотермах, потому что, ну, надо, чтобы наглядно было, что она будет пересекать изотерм. Потому что они будут, вот если вот так, то иди знаю, может, они вдруг окажутся на одной изотермах. Поэтому, когда мы, вот эти задания лучше, чтобы функция была возрастающая. Ну, на высоком уровне, вот можно по графикам, да, вот имеется такой вот график зависимости, скажем, объема от абсолютной температуры. И спрашивается, при переходе между какими изотмеченных состояний, вот 1, 2, 3, 4. Давление уменьшалось, и когда оно увеличивалось? Вот, опять же, надо построить изобары, да, соответствующие. Вот это изобары, соответствующие минимальному давлению, это изобары, соответствующие максимальному давлению. Значит, при переходе от 1 к 3 давление увеличивается, при переходе от 3 к 3, 1, через 4 давление уменьшается. Вот, ну, и это аналогично только для ВАИТ. Вот, ну, понятно, что окружность здесь некая условная, потому что ВАИТ измеряется в различных единицах. Ну, так сказать, если при каком-то выборе единиц получается окружность, вот можно такую задачку рассматривать. Теперь вот уравнение клопировано, да. Можно вывести теоретически, используя любые два изопроцесса. Вот, что, собственно говоря, мы и сделали. Вот мы рассматриваем такой, это прямо из учебника взято. Рассмотрим переход из состояния 1, параметрами P1, V1, T1, в состояние 2, параметрами P2, V2, T2. Мы можем перейти всегда из состояния этого в состояние это с помощью каких-то двух, достаточно двух, изопроцесса. Вот мы возьмем, давайте, изобарный, изохорный. Вот здесь мы движемся, это переход при постоянном давлении. Вот тут было P1, и тут P1. И мы изменяем объем, чтобы он стал равным конечному значению. А температура вот какая будет, такая будет. Она сейчас у нас выйдет из игры. А вот второй переход, он у нас изохорный. То есть у нас был объем V2, и здесь остался V2, и мы до давления P2. То есть вот теперь мы получили, у нас был P1, V1, вот теперь P2, V2, да? И какая-то температура P2. Мы сейчас вот и найдем соотношение между параметрами начального состояния и параметрами конечного состояния. В изобарном процессе записываем, да? V2, V2 относится к T3, как V1 относится к T1. Правильно? Дальше. Изохорный процесс. Вот этот процесс. Что у нас? P2 относится к T2, как P1 относится к T3. Ну, дальше, если перемножить левые и правые части, T3 сократится. Правильно? И выйдет из игры. И мы в результате получим то, что мы и хотели. P2, V2 делить на T2 равно P1, V1 делить на T1. Или вторая форма записи, что P, V делить на T является постоянной личностью. Вот вывод уравнения Клаперона. Ну, его не во всех учебниках дают, но мне кажется, что он, видите, достаточно просто получается. И мы видим, что на самом деле только два из процессов являются независимыми. Третий является следствием. Если какие-то два на опыте обнаружены, то третий можно уже получить теоретически. Но исторически их открывали независимо. Следующий этап – уравнение состояния идеального газа. Значит, вот здесь можно перед детками поставить вопрос. Вот P, V делить на T равно констант. От чего может зависеть эта константа? Вот от чего она может зависеть? Понятно, что если мы… Ну, уж ясно, что она зависит от числа молекул. Правильно? Дальше. Что если будет больше молекул, возьмем два одинаковых сосуда. Возьмем два одинаковых сосуда с одинаковыми P, T и V, объединим их в один сосуд. Что мы получим? У нас P и T останутся прежними, да. В станет в два раза больше, поэтому P, V делить на T станет в два раза больше. Ну и молекул стало в два раза больше. Поэтому вот эта константа, которая справа, она пропорциональна числу молекул. И вот, собственно говоря, весь вопрос в том, этот коэффициент пропорциональности, он один и тот же. Или для разных газов он разный. Вот от этого, так сказать... И вот оказалось, это было открытие Авогадро, что вот этот коэффициент, он один и тот же для всех газов. Вот это и есть на самом деле закон Авогадро. Ну, можно в разных его видах формулировать, но на самом деле, вот, прежде всего, опытным путем. Как это? Вот предложите, да, пусть его нельзя в школе поставить, этот опыт, но вот взять два образца различных газов с одинаковыми значениями ПВИТ, например, водород и кислород. И взвешиваем массу. Это мы можем взвесить, так, выкачать, а потом запустить воздух, чтобы был одинаковый газ, чтобы были ПВИТ одинаковые. И вот мы обнаружим, что масса водорода в 16 раз больше, чем масса... масса кислорода в 16 раз больше, чем масса водорода. И вот здесь попросить, на что это указывает? Я думаю, что многие дети догадаются, что это отношение 16, это как раз отношение масс-молекул, да? Поэтому, если масса кислорода в 16 раз больше, это указывает на то, что молекул в кислороде, вот в этом сосуде, столько же, сколько в этом. Ну, а это и есть, на самом деле, законного газа. в равных объемах любых газов, достаточно разрежен, как-то ссылка указывает, при одинаковых температурах и давлениях содержится одинаковое число молекул. Вот. То есть, а это означает, что вот этот коэффициент один и тот же, и это и есть как раз не что иное, как постоянное больше, ну а это уже есть не что иное, как вот это НКТ. Вот, если перенести В сюда, это будет НКТ как раз. Вот. Значит, ну, здесь уже для того, чтобы с Аввагадро, но это то, что в разных формах надо записывать через универсальную газовую постоянную. Значит, вот физический смысл постоянного аввагадро. А на самом деле, он очень простой. Это на самом деле, просто отношение одного грамма к одной атомной единице массы. И он обусловлен просто тем, это постоянное, что в химических опытах массы измеряли в граммах, а, так сказать, естественной единицей массы для атомов и молекул является одна атомная единица массы, да, ну, примерно равная массе атома водорода. Да, и вот так лучше, кстати, говорить, что, потому что вот это вот одна двенадцатая массы, тем более, что сейчас по-новому этому самому вообще его как-то иначе определяют. Вот. но, что был физик так же, как, например, килограмм, да, это примерно масса одного кубического дециметра воды, потому что важно, к чему привязывались на самом деле. Дальше уже отклонения были связаны с, возможно, ну, возможностью более точного воспроизведения. но килограмм определяли именно исходя из его воспроизводимости в естественных условиях. Это масса одного литра воды. Также и атомную единицу массы исходили из того, что массы всех атомов кратны, и они примерно кратны массе атома водорода, самого легкого. Вот отношение одного грамма к одной атомной единице массы, это и число вагадра. Ну, постоянное вагадра, не число, а постоянное, правильно называть, потому что у него есть размерность. Или наименование, как сегодня. Сегодня не называют это словом размерность, вот единица на моль, килограмм, грамм, километр, метр, это теперь не размерность, как мы раньше всегда это называли, а это называется наименование физической величины. Вот. Добрый день, Искандер Галинзиан, и все рад вас видеть в нашей компании. Так, ну, значит, вот так вводится универсальная газовая постоянная, и тогда вот уже из вот этих формул, которые выведены были, да, ПВ на Т делить КН, вот это соотношение, это есть между молями, да, числом, ну, количества вещества и числом молекул, это все. Вот, то есть, обратить внимание, что у нас мы последовательно придерживаемся принципа стирания жестких граней между теорией и задачами, потому что вот наличие этих граней, оно как раз мешает пониманию физики, мешает обучению решению задач, потому что теория заучивается, она формально заучивается, вместо это самое, наверное, R было введено раньше, Борис, я точно не знаю, но мне кажется, что, наверное, R, потому что R это такое, ну, как бы, феноменологическая величина, но я не уверен в этом, мне кажется, что R, вот, ну, дальше вот мы предлагаем, вот это важное, причем, смотрите, мы предлагаем это доказать, это все, вот эти формулы, мы, у нас есть отдел советов и ответ, у нас есть не только ответы, но и советы, что вот очень важно, где мы, так сказать, подсказываем, может, правильный был совет подзвать подсказками, но хорошего, по-моему, слово подсказками, чтобы сдвинуть с мертвой точки, вот, что, то есть, ученики участвуют в выводе всех основных соотношений, им не даются они в готовом виде, который они должны запомнить, и поскольку они участвуют в выводе этих формул, они понимают, откуда что берется, и в процессе вывода они их запоминают, ну, теперь, вот, очень важно остановиться на газовых процессах, которые не являются из-за процессами, дело в том, что многие ученики уверены, что газовые процессы это только из-за процесса и удивляются, что, кажется, есть какие-то другие процессы, хотя вот мы только что их рассматривали, да, переход из одного в состоянии в другое, не по, и теряется, когда встречают другие, особенно, когда есть какая-то зависимость, задана какая-то зависимость, ну, вот, например, вот, смотрите, вот, нас есть такие специально задания значит вот смотрите зависимость п от в значит они привыкли к тому чтобы обратно пропорционально в это изотермический процесс а вот в некотором процессе некотором процессе п линейно зависит от вас и первый вопрос может ли данный процесс быть каким либо изопроцесса ну значит поменяется значит не может вы меняется значит это не изобарные и не захорные может ли он быть изотермический нет потому что из изотермы это обратно пропорциональности тут прямая значит это он не изопроцесс и теперь дальше вот смотрите вот давайте как вывести соотношение связывающий для данного случая п и т в и т я знаю что это очень с трудом идут эти задачки и хочу показать универсальный способ как это делать вот он дальше мы его сейчас осмотрим вот смотрите вот для этого например да вот отсюда во-первых прежде всего мы пишем уравнение клаперона которое справедливо всегда вот для данной массы газа если масса не меняется конечно для данной массы газа вот это справедливо всегда поэтому мы это пишем для данного конкретного процесса п пропорционально в то есть отношение п к в является постоянной величиной вот теперь смотрите мы получили два соотношения и их используя можно найти соотношение связывающие любые две величины исключить третье ну вот п и в прямо отсюда да а если мы хотим например соотношение связывающие п и т нам нужно вы исключить что нужно надо просто перемножить до левые части правой части справа так и останется константа а слева в сократится что получим п квадрат вверху будет правильно вот в этапа это а внизу вы значит п квадрат делить на т равно константе вот и все если мы хотим найти соотношение связывающие в и т то надо разделить первое уравнение на второе тогда при сократится правильно если по сократится мы делим это уравнение на вот это то вы у нас снизу переходит наверх будет в квадрат делить на т равно константе то есть вот мы получили у нас вот три соотношения связывающие любые две величины п и в связывает п и т связывает чуть более 100 и вейты и это можно сделать для львов какая бы не было ну дальше у нас предлагается там в каком-то процессе абсолютная температура и объем связано соотношением ты умножить в квадратом на константе поставьте 4 вопроса по этой ситуации найдите ответами вот это вот взята из наших советов да какое соотношение между п и в справедливо кое соотношение между пить и как изменить давление ну дальше уже давление если объем увеличить то есть уже из следствия а и в конкретное следствие то есть опять тот же самый пишем t на в квадрат равно константе и п в делить на т тоже равно константин. Можно их обозначить разными буквами, чтобы их любые отношения, их произведения, тоже новые константы. Все ли тут понятно? Потому что вот это довольно трудный такой вот этот вид задач, вот этот, вот он представляет трудности часто. Вот принцип понятен? Нет. Нет это что? Любовь. Непонятно? Нет графика. Какого графика? Так, две любови. Так. Это задача, да, да, не для базы. Игорь, если непонятно, вы можете вопрос задать, я постараюсь, потому что это такая, ну, задачки такие встречаются, и с ними иногда возникают проблемы. Игорь, вопрос можете сформулировать, я постараюсь ответить на него. Что вот непонятно? Еще раз. Если у нас, нам дается, какая-то зависимость между двумя величинами, и спрашивается, как другие величины зависят друг от друга, то мы добавляем к данной зависимости, вот, t, v квадрата равно константе, да, добавляем, вот, это одно уравнение для данного, для данного процесса. А кроме этого, мы пишем p, v делить на t тоже равно константе. Это всегда справедливо. Для любого процесса, в том числе и для этого. Так, это мне нужно рассказать, что же вы написали. c, y, y, это что? Это конст. Ага, так, понятно, все. Хорошо. Идем дальше тогда. Идем дальше. Вот, ну, вот, мы говорили уже, что у нас в конце каждого параграфа, не только в конце главы, но и в конце каждого параграфа, дается сводка. Что мы узнали? Сухой остаток, и, в общем, дети это оценили, не только дети, но и учителя. Не надо ничего конспектировать. Вот, сухой остаток. Вот. И формулы вообще желательно, чтобы были перед глазами, ну, да, как графически, так и алгебраически. У нас же так и есть. У нас же было на графике было задано, конечно. И вот, как раз здесь было задано в одной задаче графически, в другой задано аналитически. Значит, мы рекомендуем у нас на форзацах, в наших учебниках, есть все формулы, которые используются в данном классе. И, значит, вот и учителя, и ученики на это отреагировали благодарностью. Потому что, знаете, вот несколько раз человек посмотрит, и память же у детей хорошая. Два-три раза он посмотрит, а потом он уже не заглядывает. И это, как бы, такое более... Все-таки, главное, это, конечно, чтобы он имел эти формулы применять. И в процессе применения они реально запоминают все. Вот. Ну, теперь вывод основы равнения МКТ идеального газа. Ну, это, наверное, один из самых сложных выводов в школьном курсе. Вот это вывод основы равнения МКТ, потому что тут шаг за шагом постепенно идет. Поэтому, значит, нам представляется, что желательно этот вывод давать позже отдельно, чтобы не прерывать логику изложения темы. У нас вывод основного уравнения МКТ дан со звездочкой, поскольку у нас есть гибридный учебник, как мы его называем, предназначенный для базового и углубленного уровня, есть отдельный для базового уровня. Там, где для базового и углубленного отмечено звездочками то, что только для углубленного уровня, а кружочками то, что нужно обязательно всем сделать, такой вот, так сказать, супер базовый. Вот этот вывод, он отмечен звездочкой, он действительно довольно трудный, там много таких вот шажков, и надо пробиться, логику такую длинную пройти, поэтому его желательно давать потом позже отдельно. Значит, вот, можно записать, сказать, потом мы отдельно это выведем. Самое главное, конечно, вот из этих двух формул, вот, основного уравнения МКТ идеального газа, связывающего давление с средней кинетической энергией молекулы и формулы, вот, уравнения состояния идеального газа, здесь выводится вот эта вот замечательная формула, связывающая среднюю кинетическую энергию и абсолютную температуру. Вот, следствие из того, что на каждую степень свободы приходится одна вторая. Значит, если это одноатомный газ, у него три степени свободы, уравнение МКТ для базы не выводится. Да, я предлагаю его не выводить, его дать просто вот сформулировать его, но просто очень мало времени реально, и потом все-таки это дети, но не настолько мотивированные на изучение физики, и мне кажется, что это лучшее уравнение дать, как уже готовое, а на профильном уровне, конечно, нужно выводить, на углубленном. Виктория, я с этого начал, вы только сейчас до этого дошли. Вот, обычная программа как раз необычна, вот, обычная программа это как раз отклонение от естественного развития событий. Значит, так сказать, исторически были получены на опыте газовые законы, вот эти вот, из-за процессов, а потом, потом, уже было выведено через 100 или даже 150 лет, ну, 100 так точно, было выведено вот, это самое, основное уравнение МКТ идеального газа. Вот, поэтому, вот, то, что вы называете обычным, это необычный на самом деле. Вот, поэтому я как раз предлагаю вернуться на такую традиционную и естественный ход. А вы не опаздывайте, между прочим. Так, вот, теперь следствие из того, что на каждую степень свободы приходится одна-вторая КТ. Значит, можно сравнивать внутренние энергии равных масс разных газов. Вот, берем там какую-то массу водорода и массу кислорода при одной и той же температуре, да, так сказать, давлении, то и мы спрашиваем, в каком случае внутренняя энергия больше. Вот, для водорода намного больше, да, в 16 раз больше, в 16 раз, потому, что больше молекул, да, а у всех молекул одна и та же средняя кинетическая энергия. И вот, это на самом деле, в каком-то смысле переход к ультрафиолетовой катастрофе, вот здесь можно было бы сделать, потому, идея заключалась в том, что могут быть количество степеней свободы бесконечны, если это поле, вот электромагнитное, то там число степеней свободы бесконечно, а раз бесконечно, то рассуропится по ним любая энергия, и поэтому равновесие излучения вещества возможно только при абсолютном нуле. Вот это и есть ультрафиолетовая катастрофа, с которой Планк справился с силовым приемом, вот, вот эту гипотезу Планка введя. Значит, но даже возникает вопрос уже этот, например, вот для одноатомных три вторых, там три степени свободы, значит, а вот для двухатомных пять вторых, потому что у них появляются еще две степени свободы, это вращение вокруг осей перпендикулярных оси молекулы, самой вот двух. возникает вопроса, почему вращение, вот, если это гантелька, а почему вот, это же еще третья степень свободы, вот эта степень свободы, как ее называют, выморожена, то есть там настолько, так сказать, вот, ее вымораживает квантовая механика, там вот этот один квант энергии, он уже оказывается большой, слишком для вот обычных температур, поэтому они не включаются, то есть на самом деле, можно же говорить о каких-то других степенях свободы, да, ведь не только атомы, даже одна атомная молекула внутри нее, электроны бегают, и там внутри, там если неон, например, да, или какой-нибудь аргон, там куча нейтронов, этих самых протонов, и море степеней свободы, почему они все никак не проявляются в температуре, вот, это же вопрос, который естественным образом возникает, на самом деле, те все степени свободы, они вот, именно квантовая механика их закрывает, и не дает это, на самом деле, та же самая причина, которую использовал планк, все есть, так сказать, энергия квантуется, вот это, почему не все степени свободы в деле оказываются, ну, теперь вот это вот обещанный раздел 18+, значит, связь температуры с антропией, потому что, ну, мне кажется, что учителям все-таки важно было бы это понять, потому что, ну, понятно, что когда вы изучали этот вопрос в университете или в институте, то, ну, вообще, честно говоря, вот я помню свои собственные студенческие годы, должен признаться, что казалось-то, что мы что-то понимаем, на самом деле, мало что понимали, и реальное понимание уже приходило, конечно, намного позже, вот, и вот сейчас, мне кажется, что у вас как раз полезно было бы, чтобы все-таки вспомнить это уже теперь с тем опытом, который у вас уже есть, значит, вот первый вопрос, почему, да, вот непонятно было, да, принимали и учили, но это на самом деле, да, энтропия быстро забывается вследствие роста энтропии, любовь, это потому энтропия забывается, значит, да, вот это, это все правильно, давайте немножечко, если вам это интересно, я тут, видите, на самом деле, всего несколько слайдов, но мне кажется, что стоило бы, вот первый вопрос, самый главный, да, мы говорим, что при теплообмене энергия переходит от тела с большей температуры к телу с меньшей температуры, мы это постулируем, а почему на самом деле это происходит, почему, следствием какого закона природы это является, вот кто-нибудь может ответить на этот вопрос, почему при теплообмене энергия переходит от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой, вот это отдельный закон природы, или он является следствием какого-то другого, более общего закона, вот, закон сохранения, что такое И, ЗСИ, не-не-не-не-не-не, это закон сохранения энергии, смотрите, ничто не могло бы, нет, нет, импульса, нет, 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 о, о, вот Елена Кулина, или как правильно, я прошу прощения, ударение, можно тремя способами поставить, вот, значит, конечно, конечно, второй закон термодинамики, совершенно верно, значит, дело в том, что, если бы, более холодное тело охлаждалось, а более теплое нагревалось при теплообмене, но так, чтобы у нас суммарное количество теплоты сохранялось прежним, то, это никак не изменяло бы суммарной энергии, правильно, но перешло бы там несколько джоулей от более холодного тела к более горячему, закон сохранения энергии при этом выполняется, но нарушается другой закон, который такой же могучий и такой же всеобщий, как закон сохранения энергии, вот вас никогда не удивляло, как вообще можно, почему существует понятие энергетический кризис, хотя есть закон сохранения энергии, если есть закон сохранения энергии, энергия не исчезает и не появляется, а только переходит из одного вида в другой, да? Как можно говорить о энергетическом кризисе? Как вы понимаете? Как можно говорить о энергетическом кризисе, если не противоречит ли понятие энергетического кризиса закон сохранения энергии? Ну, что всегда есть противоречия? Это вот следствием чего является энергетический кризис. Вот, да. Вот это вот очень важно. Как вы понимаете, что такое энергетика? Вот, Анна Валерьевна, вы все правильно, да, 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 в нужную сторону. Дело в том, что энергия, энергия, еще очень важно, разные есть качества энергии. Качества энергии, они не эквивалентны, понимаете, как бы разная валюта. Значит, есть самый высокий класс, но это не просто вмешательство людей, Виктория, подождите, это дело в том, что здесь есть одна очень интересная вещь насчет вмешательства людей. Давайте, вот у нас, может быть, время будет, что, так сказать, чем отличается живое от неживого, в смысле хаоса. Значит, смотрите, значит, энергия есть самой высшей марки, свободно конвертируемая энергия, которую можно перевести в любую другую, это механическая энергия. Вот механическую энергию можно перевести в любую другую. Такой вот же высокий класс электрической энергии, ее тоже можно перевести в любую другую. Самый низший уровень энергии, такое, так сказать, какая-нибудь, я не знаю, валюта какого-то государства в этой заброшенной где-нибудь части света, значит, это тепловая энергия. Вот тепловую энергию можно частично перевести в механическую, но с большими потерями, как вот вы, когда меняете какие-нибудь тубрики, да, на конверсию, вы с потерями это делаете. Значит, тепловую энергию можно перевести, но, как вы знаете, вот этот принцип работы тепловых машин, вот принцип, который сформулировал Карно впервые, вы неизбежно должны часть энергии отдать окружающей среде, охладителям. Поэтому во всех процессах, во всех процессах абсолютно, значит, вот Ирина Владимировна у нас появилась давно, у нас ее не было, значит, во всех абсолютно процессах происходит понижение качества энергии. И вот энергетический кризис означает, что у нас уменьшается, так сказать, количество энергии высшего класса. Вот, скажем, химическая энергия, это более высокого уровня, из нее можно получить тепловую энергию, это вот сжигание углеводородов. Значит, так вот, снова возвращаемся, да, почему при теплообмене энергия переходит от тела с большей температурой, к телу с меньшей температурой. Вот многие из вас, значит, правильно дали ответ, что это является следствием второго закона термодинамики, именно второго. Давайте вот, значит, для того, чтобы мы дали такой, чуть более развернутый, понятный ответ, надо познакомиться с антропией. Вот вы правильно там отметили, что является мера невыпорядочности системы. Вот давайте, вот это точное определение антропии, значит, вот одному макроскопическому состоянию, скажем, газ, да, данная масса газа с данными значениями P, V и T, да, вот у нас все, это заданное макроскопическое состояние, макроскопическими параметрами. Ему соответствует колоссальное количество микроскопических состояний. Ну, в квантовой физике это какое-то число, оно всегда, ну, выражается хоть и большим, но числом. В классической физике это, ну, его объемом, так называемый фазовый объем. Давайте не будем сейчас в эту сторону уходить. Вот мы понимаем, да, интуитивно, что одному и тому же макроскопическому состоянию соответствует колоссальное число микросостояний. Очень большое, да, так вот, энтропия, она равна логарифму числа микросостояний, n, соответствующих данному макроскопическому. Вы можете спросить, а зачем логарифм? Почему нельзя было бы просто, что s равно n? А вот почему? Вот почему логарифм, да? Дело в том, что возьмем систему, состоящую из двух тел. 1 и 2. Число микросостояния для первого тела обозначимое на 1, для 3 и 2. Тогда для системы этих двух тел число микросостояния равно произведению, да, потому что каждому состоянию микросостоянию первого тела соответствует все состояния второго. И поэтому, чтобы найти число микросостояния, надо перемножить n1 на n2. Но если мы определяем энтропию как логарифм, то логарифм произведения равен сумме логарифмом. То есть тогда при таком определении энтропии как логарифм, энтропия является аддитивной величиной. То есть энтропия системы двух тел равна сумме энтропии этих тел. Вот на самом деле и откуда логарифм берется. То есть это не произвол тех ученых, которые вводили это понятие, а это на самом деле здравый смысл. Вообще вот наука это торжество здравого смысла, особенно физика. Поэтому, когда мне говорят в физике что-то непонятно против речи здравому смыслу, я говорю, это наоборот и есть здравый смысл в чистом виде. То есть вот при таком определении энтропии, энтропия системы из двух тел равна сумме энтропии этих тел. А вот самая главная формула. Значит, если мы изменяем, вот здесь вот почему тут такая дельточка стоит, а тут такая, это чуть позже я скажу. Значит, если мы передаем системе или отбираем у нее какое-то количество теплоты при теплообмене, вот очень важно при теплообмене, да, то у нас энтропия системы всегда меняется. Если мы увеличиваем, передаем системе количество теплоты, нагреваем ее, да, энтропия увеличивается. Если мы отбираем, энтропия уменьшается у этого тела. у этого тела. Значит, почему тут стоит вот такая дельта, как изменение, да, а здесь стоит такая дельта, потому что энтропия это функция состояния, а количество теплоты, как вы знаете, это функция процесса, да, зависит от того, каким способом из одного состояния мы перешли в другое, да, так же, как вот количество теплоты, работа, да, там, это является тоже функцией состояния, а вот внутренняя энергия, то есть работа и количество теплоты, это функция процесса, а внутренняя энергия, это функция состояния, это вот то, что вот в школьном курсе обкатывается как раз. Вот это вот замечательная формула, вот это вот, очень важная, ну, логарифмы, понимаете, где можно писать натуральные, все пишут натуральные, потому что их дифференцировать легче вообще со всеми не... Десятичные логарифмы, это только при конкретных расчетах в школе, насколько я помню, было больше нигде, они не использовались. Когда были, вот, было время, когда в школе логарифмические линейки были, вот, и когда изучались логарифмы с помощью линейки, все это, так, идем дальше, все это не так давно, это и было, кстати. Связь между изменением антропии и количественной платы, вот такая вот, вот это вот, вот это главная формула, связывающая, вот она и придает смысл температуре, сейчас мы это поймем. Вот рассмотрим теплообмен между двумя телами с разной температурой, да? Вот, одно тело, значит, дельта Ку-1, его изменение, ну, переданное ему количество теплоты, вот, зависит от знака, если дельта Ку-1, то это тело получило, если отрицательно, то, значит, наоборот, у него отобрали. Теперь, согласно первому началу термодинамики, дельта Ку-1 равно минус дельта Ку-2, да? Энергии некуда деться, количество теплоты, это, ну, энергетическая величина, значит, если одно тело получило какое-то количество теплоты, то другое тело потеряло такое же, отдало такое же количество теплоты, значит, согласно первому началу термодинамики, мы установим. Тогда, согласно второму началу термодинамики, изменение энтропия может быть только положительно то есть энтропия всегда увеличивается число микросостояние всегда растет то есть это вот тот самое так сказать стремление к хаосу который является просто следствием статистических процессов следствием ну как это законов больших тел законам теории вероятности это просто следствие теории вероятности теперь давайте рассмотрим чему же равно изменение энтропии если при теплообмене да она равно сумме изменения тратки для этих тел а для них вот формулки то поскольку дель такой один равно минус дельта q2 дельта q1 выносим эту знак минус и дельта с больше нуля то есть вот это вот выражение должно быть больше нуля тут мы можем привести к общему знаменателю поскольку т1 т2 положительны то отсюда мы получаем дельта q1 умножить на т2 минус т1 больше нуля произведения а что это значит если т2 больше т1 то есть температура второго тела выше чем первого то дельта q1 должно быть больше нуля то есть первое тело получает количество теплоты т2 более горячая дает а т1 более холодная получает то есть вот из закона возрастания энтропии следует что при теплообмене энергия всегда переходит потело из более высокой температуры делают более низкой температуры вот это первое дело более низкой температура получает энергию при теплови и они от более высокой и это вывод вот при теплообмене энергия переходит от тела с большей температурой Southernシーン любiges меньшей температурой это связали у одного закона термодинамики рост heel пр off intact вот из этого температура единица на t но ее обычно буквой бета обозначает вот может быть и помните еще такое обозначение вот это вот обратная температура представляет собой как бы жадность поглощению энергии при теплообмене просто чем ниже t вот то есть чем больше вот эта величина единицы на это и тем больше это жадность то есть чем выше температура тела тем она на ворот щедрее она отдает энергии при тепловом контакте если вот это вот единица на t величина большая это означает что при получении какого-то количества теплоты энтропия очень сильно увеличится а значит это выгодно значит это тело с низкой температуры будет так вот как ни странно самые щедрые с точки зрения теплообмена тела это тела с так называемой отрицательной температуры вот вы наверняка с ними встречались имели дело что такое тела с отрицательной температурой так называют вот отрицательной температуре соответствует так называемая инверсная заселенность уровней значит это стабильное состояние более высокие энергетические вот всегда при любой температуре при любой температуре более высокие энергетические уровни заселены меньше. Сначала более низкие заселяются, потом более высокие, 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 высокие. А может быть инверсная заселенность, так называемое метастабильное состояние. Лазеры, вспомните. Более высокие энергетические уровни заселены плотнее, чем нижние. Так вот, такое тело при теплообмене отдает энергию телу со сколь угодно высокой температуры. С каким бы телом оно не взаимодействовало, оно ему отдаст энергию, потому что у него инверсная это самое. Но тогда возникает вопрос, почему эту энергию назвали отрицательной? То есть название отрицательной температуры принципиально не точное. Потому что на самом деле, вот я уже говорил, во всех расчетах используется величина бета, обратная температура. Что значит отрицательное значение единицы на t? Если бесконечно большой температуре соответствует единица на t равной нулю, то отрицательному значению единицы на t соответствует температура, которая больше, бесконечно большой. Ну то есть это, конечно, трудно себе представить, но на самом деле вот эта вот инверсная заселенность, если инверсная заселенность этих сам уровней, лазер, то он отдаст энергию любому телу. Вот он ее в любом случае отдаст. И с какой бы звездой ни имел дело, он энергию отдаст всегда. Потому что у него инверсная заселенность. То есть, когда мы, вот смотрите, как интересно, да, называют отрицательные температуры, да, я сам только недавно это осознал. Когда вот готовился, думаю, что такое отрицательная температура, стал этот вопрос изучать, оказывается, действительно, эта температура больше бесконечной. То есть, возникает интуитивное представление, что если отрицательная температура, то это температура ниже абсолютного нуля. Нет, она выше бесконечно большая. Так, ну вот дальше у меня заключительный слайд. Вот. Значит, если у вас есть какие-то вопросы, то я попробую на них ответить. Вот не слишком ли сегодня такой, ну, не превысил ли я какой-то уровень сложности. Ну, спасибо. Мне, так сказать, понятно ли было то, что мы сегодня... Так. Ну, сложнее, чем обычно, но это, ну, иногда же что-то нужное, чтобы новенького было, правильно? Не, все же не ограничивается. Так. Вам всем тоже большое спасибо. А встретимся мы с вами всего-навсего через недельку. Значит, через неделю, 23 января, значит, как называется там, сейчас и скажу, колебательные системы. Ну, я думаю, что, наверное, поскольку колебательный контур у нас был не так давно, то, наверное, я тогда поговорю немножечко о механических колебаниях, особенностях, как они связаны с это. Да. Да. Иван, спасибо. Мне тоже было приятно, что мы с вами познакомились сегодня. Так. Ну, всего самого доброго. С наступившим уже Новым Годом. Правда, оказывается, старым Новым Годом не заканчивается новогодний. Это самый еще и китайский Новый Год. Он впереди еще. Вот. Ну, всех с наступившим Новым Годом. Всего самого-самого доброго. Расстаемся на перестроение графиков газов. Ну, это всего не затронешь в одном вебинаре. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok